Ой, ребята, демократы, поражаюсь я нашим соотечественникам, которые после вчерашнего опять празднуют какую-то победу Все соцсети забиты, весь интернет забит, что мы одержали маленькую победу в Москве Отменили вот эту вот систему QR-кодов для ресторанов, для парикмахерских, для предприятий сферы услуг, которые действовали Вот отменили, а некоторые почему-то это расценивают как какую-то победу Некоторые мои коллеги даже пишут глупости из разряда Вот Леша Пивоварова могу процитировать, это автор и ведущий ютуб-канала Редакция В Телеграме человек написал, что рестораторам удалось донести свои чаяния до властей Вот они их услышали, сдали назад Ну хочется сказать, Леша, ну ты тогда уже вообще в прямую единую Россию рекламируешь Че-то ты вот все из себя корчишь какого-то типа независимого журналиста Не ты ли у себя в программе говоришь, все все понимают Тогда зачем ты пишешь-то эту ахинею у себя в соцсетях? Если ты понимаешь, ты должен знать, почему это произошло Это реальная журналистика, поехали! Очень правильно, кстати, вчера написал и Тартас Сначала, правда потом они переделали заголовок, что система QR-кодов стала теперь необязательной А потом они переписали, что вроде как отменили ее Так, потому что вроде как убедительнее звучит, но на самом деле она стала необязательной пока То есть до 19 сентября А вот 20 сентября я могу прям с вами забиться Что 20 сентября они снова вспомнят про страшный, злой коронавирус Опять начнут рассказывать, что он злобствует, злобствует Опять начнет расти количество заболевших И вдруг ребятишки вспомнят, что, а помните, была такая система QR-кодов Собянин ее вводила, и она показала себя как очень эффективная Зря мы от нее отказались-то И введут, только на этот раз уже введут Не только для ресторанов, да А не только для парикмахерских Не только для сферы услуг А я очень боюсь, что эту систему QR-кодов введут И для продовольственных магазинов И для общественного транспорта И так далее, и так далее, и так далее Рано или поздно, может быть, и до банков дойдешь Ты не сможешь воспользоваться там своими счетами Если у тебя нет этого QR-кода То есть иди и вакцинируйся, это будет Это просто вопрос времени Поэтому, когда мы думаем о каких-то маленьких победах Ну вот мы выиграли там пару этих месяцев А дальше? А дальше просто, ну 20 лет нас же научили, да Что если они задумали какую-то гадость Они ее осуществят обязательно Просто они будут делать это поступательно, постепенно И чем надольше этот процесс затягивается Не процесс затягивается, это веревка у тебя на шее затягивается Вот и все Я не понимаю рестораторов, если честно Я не понимаю рестораторов, потому что сегодня Почему они молчат? Я не понимаю всех остальных предприятий Предпринимателей, почему они молчат? Почему они не пытаются выходить и защищать свой бизнес? Потому что их бизнес, по сути, уничтожает Вот простой пример Вы все знаете, что основные свои выпуски Реальной журналистики Я записываю в одном из екатеринбургских ресторанов Вот год назад, перед началом пандемии У владельца этого ресторана было 4 ресторана по Екатеринбургу После первой волны пандемии 2 ресторана он вынужден был закрыть 2 из 4 Почему? Потому что он у нас колоссальные убытки 4 ресторана, которые не работали По сути, с апреля по августу То есть почти полгода они не работали При этом арендную плату надо было платить А это почти 200 тысяч в месяц за каждое помещение То есть миллион в месяц вынь да положь Коммунальные платежи Электроэнергию Зарплату Вот Путин сказал Объявляю выходные Сохранием заработные платы Зарплату давай платя А ты не работаешь полгода Вот человек закрыл 2 ресторана Сейчас мы с ним разговариваем Он говорит Если еще одна волна будет Если снова случится локдаун Просто я все Я остаюсь без бизнеса Я больше чем уверен Он не один такой Так почему все эти люди сидят Кого они ждут-то? А вообще вы знаете У меня сложилось такое ощущение Вот вчера буквально в телеграме Переписывали с одним товарищем Который как раз попал под этот замес Его тоже принуждают вакцинироваться Он говорит Я не знаю что делать С одной стороны не хочется терять работу С другой стороны я очень боюсь Да вот этой вот прививки Потому что она действительно экспериментальная Что делать? И он там больше все-таки склоняется В сторону сохранить работу Но человек не понимает Только одного я пытался донести Но потом решил вынести все это дело в эфир Ребят поймите одно Если вы сейчас пойдете На поводу у власти Вас это все равно не спасет От потери работы Вы просто отодвинете Вот этот вот смертный приговор Ну на какой-то срок Может быть на год На два Потому что я вижу Что хотят делать И что делают сегодня наши власти Вот многие наверное заметили Что их действия В основном Направлены на уничтожение Малого и среднего бизнеса Об этом даже Даже ватники уже начинают говорить Что такое ощущение Что решили угробить Малый и средний бизнес Я вам скажу Да решили По всей видимости Наша власть решила Выстраивать новую экономическую модель Модель корпоративной экономики Так называемой То есть мы это видели Где-то в фильмах А вот и дождались Вот это и в реальной жизни Нас очень скоро ждет Я объясню почему Что такое корпоративная модель экономики То есть Когда где-то В каком-то секторе У тебя десятки тысяч Предпринимателей занимаются Тем же ресторанным бизнесом Например Реально тысячи предпринимателей Тебе приходит огромное количество Тебе приходится На каждого обращать внимание Нафига Казиабаян Гораздо удобнее Когда все рестораны Там условной Москвы Контролирует Одна единственная группа Какой-нибудь Гинза Проджект Условный Это очень удобно Для управления людишками Потому что Либо ты Вот это вот Обязательная вакцинация Ведь показала Да Что либо ты пытаешься Убить тысячи предпринимателей Давайте провакцинируйте Своих сотрудников Либо у тебя там Два-три человека Которые курируют И весь ресторанный бизнес Москвы Там вызвал Их двоих-троих Сказал Так ребят Всех провакцинировать У тебя кто-то по ихмахерскими услугами Еще один какой-то монополист Да Ты его выдергиваешь Так Давай вперед И с песней Намного удобнее Так работать Ну конечно Кто-то сейчас Обязательно найдется Кто начнет писать В комментариях Да ты не понимаешь Это наоборот Прикольно Когда крупное предприятие Это точно Это уверенность В завтрашнем дне Это железобетонная стабильность Да нет Ни хрена Это не стабильность Это прямая дорога В рабство Потому что Когда нет Конкурентной среды Вот Ты по сути Ты становишься Рабом этого хозяина Ну вот представь Сегодня ты работаешь поваром Да если уже говорили О ресторанном бизнесе Что-то случилось Ты ушел Из этого ресторана Ты всегда можешь Устроиться в другое А если ты работаешь поваром В крупной сети Гинза проект И все рестораны В городе Принадлежат этой гинзе Тебя уволили Все Ты только можешь Профессию поменять У тебя нет шансов Устроиться в какой-то Другой ресторан И Песков недаром Да Когда усмехался И говорил Сейчас у вас есть выбор Если не хочешь вакцинироваться Ты можешь поменять работу А через пару лет Ребят Может так статься Что у вас не будет Никакого выбора Что произойдет Именно вот так Что сейчас Разорят малый и средний бизнес И эти коммерсанты Вынуждены будут Продать свой бизнес Сетевым конторам За три копейки За пучок А тем что плохо что ли Уже готовая Какая-нибудь пекарня Она сто лет тут стоит Ее все знают Купить ее за три копейки И зарабатывать Вот Но монополия Это не есть хорошо Как сотрудник Такого предприятия Когда оно полностью Монополизировано Ты превращаешься в раба Тебе снижают зарплату Ты начинаешь возмущаться И говорить Ну не нравится Уходи А куда ты уйдешь Куда Если все вокруг Принадлежит Вот этой вот корпорации Только менять профессию И больше никак Поэтому здесь Вот ребят Когда вам говорят Вы начинаете говорить Я вот По крайней мере Вот у меня кредиты Там трали-вали Пассатижи Я хотя бы Вот сохраню сейчас Для себя Вот это вот рабочее место Плевать Пойду на поводу У власти Да нет Потому что сегодня У тебя еще есть возможность Пока она остается Если ты уволишься Ты можешь что-то найти Завтра Может так статься Что такой возможности У тебя уже не будет То есть ты проснешься Однажды В корпоративной экономике И либо ты Действуешь по правилам Вот этой корпоративной экономики Либо Иди в лес Копай себе умиральную яму